Схемы – основной составной элемент любой сложной сделки, которая сейчас проходит с биткоинами. Работает по принципу escrow. Вы продавец, хотите продать биткоины, есть покупатель, который хочет их купить. Отправляете их в escrow, покупатель переводит деньги продавцу на карточку, например, Сбербанка, чаще всего это так есть. Соответственно, ставит галочку о том, что да, я оплатил, продавец ставит галочку о том, что да, я получил деньги. Биткоины уходят к нему. В централизованной точке они остаются очень мало времени, сделка завершена, все замечательно. Чем отличается? Escrow, кстати, тоже централизованный, но в отличие от банков, биткоины в точке централизации бывают. Наличные деньги проходят мимо этой системы, то есть не как на биржах. И в банках, соответственно, не остаются. Через банки проходят только наличные, только деньги. Пят, банк не зарабатывает на этом. Если бы на вершине был банк, он бы заработал на той и на этой стороне обмена. Я понимаю. Регулирование в РФ. Вот так вот примерно законодатели воспринимают биткоинеров в России. Ёжик в тумане, достаточно молодой, 77-го года рождения, драг-делинг. Взгляд чиновника в России. Это был официальный взгляд, теперь неофициальный взгляд чиновника в России. Тут очень плохо видно, я очень просил притушить свет, но тут картинка из Breaking Bad, где чиновники лежат на деньгах. Примерно так выглядел бы Захарченко, если бы держал деньги из биткоинов. Регулирование. Значит, во всем мире разрешено, в России не запрещено, и вроде как позитивно, непонятно. Очень хорошая есть формулировка. Всякому спрашивающему разрешения нужно непременно отказывать. Но, несмотря на это, биткоины в России не угрожают финансовой системе. Взгляд Минфина, взгляд чиновника из Минфина, который, если вы знаете, он изменился ровно на 180 градусов, в отличие от того, что было раньше. Есть такая шутка, теперь можно снова биткоины называть биткоином, а не заменять это на слово блокчейн. Кратко, биткоины самые полезные и самые безопасные для, безобидные, для всех государств криптовалютам. У меня есть один вопрос к организаторам. Нужно чуть больше времени. Мы можем позволить себе сдвижку на какое-то определенное время? А если нет, у нас очень много выступающих. Очень много выступающих. Очень много выступающих. А может, чуть-чуть подвинем, давайте децентрализацию. Все видите эти картинки изъятия, блокировки санкций, заморозки, аресты и так далее. Бизнес, правильный банкинг, всех банков превратился в фактический объем денег граждан Российской Федерации. Наши чиновники и прочие богатырицы, которые убили деньги за границу, они мечтают о том, что в какой-то один момент они сядут на самолет и уедут в теплые края и будут отдыхать. Они все уже начинают понимать, что этими деньгами не они, не их дети не используются. Эти деньги обязательно будут конфискованы, заморожены под любым предлогом, что это происходит прямо сейчас. Объяснитесь, откуда нам не нравится ваше объяснение. Бумаги из 90-х предоставьте. О, 90-е. Нет, спасибо. Ваши деньги остаются у нас. Так было со всеми деньгами практически. Тут приходит биткоин. Он полезен для государства. Это глобальная международная платежная система и валюта. Он не причиняется никому, никаким правительством, в том числе злым западным. Никем не управляется. Исходный опыт открытки, неправильно проверено всеми. Как изменяется психология? Очень быстро пробежим. Мышление человека информационного. Впервые в жизни мы живем в эпоху permissionless innovation. Термин введен Андреасом Антонополосом. Экономика без разрешения. Вам не надо ни у кого спрашивать разрешение о том, можно ли вам это сделать или нет. Вы можете сами делать то, что хотите. Это вам дает криптография. Гибридная экономика. Эпоха перемен. Гибридные двигатели, гибридные войны. Гибридность во всем. Поэтому очень много стыков в традиционной экономике и в старой экономике. Тот архаизм, который мы видим сейчас в эпоху digital banking, цифрового банка. Это банки у нас по сути, все мы понимаем, превратились в IT-компании, которые просто потому, что у них есть лицензия, могут двигать по счетам битые байт информации. Очень смешно платить им за это комиссии, которые они берут. Потому что стоимость транзакций сейчас ноль, а деньги это всего лишь информация. Лучшая реклама биткоина от банка ВТБ. Я прям был в восторге. Те, кто переводит деньги за деньги, просто их переводят. Осталось только логотип биткоина поставить. Что плохо с нашими банками? У них нет до сих пор API инфраструктуры. API по-русски. Любому технологическому, любому разработчику, тому, который вбывает какой-то новый проект, нужен API. В биткоине они все есть и готовые. Он никак не может к традиционным банкам подключиться, а то бы банки сделали дополнительные деньги. И сколько им не говоришь, сделайте API, они его никак не сделают. Просто потому что лень, никаких других проблем нет. Рисков это не повышает. Все идет через стандартную процедуру, в которой все переводы подчиняются регулированию. Тем самым процедурам и нормативам, которые есть. Если они сделают API, у них поток протяжей увеличится. Доходы вырастут тоже. Избавление от посредников под тотальные эпоха дизинтермидиэйшн. Эпоха трастласс. Ненужность доверия. Вам теперь никому не нужно доверять. Эпоха равенства. Теперь не вы то, что можете делать, все то же самое, что могут делать банки. А теперь банки уже могут делать все то же самое, что можете делать вы. И скоро они смогут работать с биткоинами и попытаются отобрать рынок у вас. Эпоха равенства. Сроки кода могут заменить все. Бизнесы, отрасли, даже целые юрисдикции. Человек из эпохи юрисдикции интернета, он уже не хочет взаимодействовать никаким образом с территориальными юрисдикциями. Он ведет бизнес в интернете, а не на той территории, где он в данный момент находится. Он может перемещаться по миру и перемещается по миру. И он не понимает, почему он должен идти в какое-то конкретное учреждение и отчитываться по каким-то движениям, каких-то там цифр. Это вообще не деньги. Если это деньги, то давайте признать их. Если это не деньги, то набор символов. Простите, я купил эту запись в реестре и так далее. Я ускоряюсь и многое пропускаю, потому что времени очень мало. Экономическая жизнь и деньги – личное дело каждого человека. Как в свое время религия в целом была отделена от государства, так и деньги должны быть отделены от государства. Государство не должно иметь возможности контролировать экономическую жизнь своих граждан. Это очень даже странностями либертарианства. Безопасность данных. АМП не может сохранить в безопасности свои данные. ПБР не может сохранить в безопасности данных. Данные госслужащих всех украдены хакерами, размещены в доступ и так далее. Поэтому единственный выход – это не собирать данные. Блокчейн что может сделать? Он может заставить государство победить коррупцию. Мы очень смотрим и ждем с нетерпением, когда же государство задействует блокчейн в части контроля над бюджетом. Налоги превратятся в любом случае, рано или поздно, в добровольные целевые платежи. Вот вы мне вот эту дорогу к моему дому сделаете, я плачу налоги добровольно. А государство лишь один из крупнейших провадеров подобных услуг. Все, наверное, не будем дальше двигаться, потому что мы перешли все сроки. Кого нужно научить пользоваться бумажником, повторите, я тут много всего мы пропустили. Это примерно краткий... Спасибо большое. Я уверена, что он ответит на все ваши вопросы во время перерыва. Очень была интересная лекция. Сейчас я передаю модератору, и он продолжит за меня. Уважаемые гости, проходите, пожалуйста, к президиуму. Очень хотелось бы услышать Александра Николаевна. Мы сразу, без перерыва, сразу включаемся в нашу вторую сменцию. Название «Теория нравственного шуста». Сейчас волнение в зале прекратится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!